Привет, меня зовут Денис, я работаю в Яндексе и отвечаю за речевые технологии. Сегодня я расскажу о таких вещах, которые на первый взгляд могут показаться вам какими-то дикими и бесчеловечными, потому что я буду рассказывать про то, пропускать электрический ток через свой мозг. Проводили эксперименты, где чертили шоколадкой по Земле и, соответственно, заставляли людей пройти по этому следу. Больше половины, там порядка 66% людей, они могли пройти по этому 10-метровому шоколадному следу, кто-то не мог. Сейчас, изучая экзопланеты, люди стали находить просто сотни и тысяч планет, так называемых горячих Юпитеров. Это газовый гигант, который находится возле звезд на очень близком расстоянии. Сам Платон эту историю рассказывает для того, чтобы объяснить суть философствования. Методы борьбы с раковыми опухолями и даже методы их диагностики, они в чем-то всегда похожи на те методы, которыми полиция сначала расследует, а потом борется с организованной преступностью. В 40-х годах вы примерно понимаете, чего нужно было знать, чтобы построить самолет. А теперь, что нужно сейчас? Смотрите, вот видите, вот эта крыса, она ела ГМО, и у нее такая огромная страшная опухоль. Я не боюсь показать вам эту фотографию, потому что на самом деле, когда вам показывают эти фотографии, умалчивают важный факт. Такие опухоли к полутора годам жизни возникают у 45% всех крыс этой линии. Это специальная линия крыс, выведенная для исследования механизмов образования рака у млекопитающих. На мой взгляд, те люди, которые идут на это, это просто, ну, либо герои, либо там самоубийцы. Все.